Квитанции за электричество и ЖКХ видновчанин Александр Холостинин получил, как обычно, в середине месяца, 15 декабря. Дело привычное, беды не предвещало. Однако, 17-го в квартире Александра погас свет. Щетчики на замке у нас на каждом этаже от хулиганья, потому что было время, что счетчики крали. Но вчера замка не было. Рубильник выключен, заклеен красным скотчем. Кто это мог сделать, Александру оставалось лишь догадываться. На всякий случай взял квитанцию и отправился в Мосэнерго. Оказалось, я должен заплатить штраф, чтобы не обратно включили. Хотя в жировке написано, оплата происходит в течение 10 дней. Жировка 15-го, отключение 17-го. Предупреждения ни письменного, ни устного не было. Штрафом в 1500 рублей Александр называет навязанную в Мосэнерго услугу электромонтера. Оказывается, деньги нужно заплатить за то, чтобы рубильник включил именно представитель Мосэнерго. Раньше мы платили вперед то 4000, то 3000 с лишним, чтобы не заморачиваться авансом. И деньги истекли, и у нас получилось 1173 рубля долга. Мы вместе с абонентом отправляемся в обслуживающую организацию на улицу Школьная. Жена позвонила, говорит, штраф, привези деньги. Я приезжаю в Мосэнерго. Или как в энергосбыт. По счету она была 138-я по талончику. Народу была тьма. Возмущение тоже было приличное. На следующий день, 18 декабря, народу в Мосэнерго не было, как, впрочем, и специалистов. Кому из менеджеров мы можем обратиться по вопросу по задолженности? Не надо меня сниматься. Я к ним не отношусь. Извините, а менеджеров всегда нет? Сейчас пока один работает. Кто? Горбачок Влад. Где он? Он сейчас отошел. Влад пришел через пару минут. У нас есть несколько вопросов. Вот у нас есть абонент ваш, которому пришло два дня назад уведомление о том, что он должен оплатить квитанцию. Но, несмотря на это, ему отключили свет. Он оплатил вчера, но свет ему все равно отключили. Более того, с него взяли деньги за подключение. Давать официальное разъяснение представителям прессы в отделении Мосэнерго на улице Школьной отказались. Когда будет ваш руководитель? Сейчас уточним. Она в командировке. А когда будет тот, кто может общаться с прессой? Мы не можем. Понимаете, как мы рядовые, вот просто собираем. У кого вам нужно спросить разрешение? У руководителя. А руководитель в командировке, когда он приедет? Мы сейчас уточним все по телефону. Давайте тогда и вам скажем. Однако все же связались с руководителем по телефону. Еще раз будьте добры, представьтесь. Меня зовут журиф Татьяна Анатольевна. Я начальник офиса. Меня зовут Татьяна Кременецкая. Телеканал «Видное ТВ». Я журналист. Я вам сейчас дам просто трубочку. Телефон нашей пресс-службы, который общается... Мы, конечно, попытались дозвониться до пресс-службы, но не смогли. Ни в пятницу, ни в понедельник никто на том конце провода трубку не снял. Номер мобильного телефона начальника пресс-службы нам дали в отделении Мосэнерго. Но он оказался неверным. Права потребителей защищает закон. В некоторых городах существует отдел по защите прав потребителей. В городской администрации Видного такого отдела нет. Никто права не защищает? Ну, такого, знаете, чтобы стоял человек с ружьем, в администрации, конечно, нет. У нас правовое государство, и каждый гражданин может защитить свои права в суде. По закону могут отключить электроэнергию без уведомления? В принципе, да. Пока эта история не закончилась, Александр собирается вновь обратиться в Мосэнерго с заявлением, где попросит увернуть полторы тысячи рублей, либо зачислить их в счет последующего потребления электричества. Если подобным образом решить вопрос не удастся, будет обращаться к мировому судье.